окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате тражиханта симулята запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем искать сокровища так во первых мы заходим в почту и принимаем новый заказ амфитеатр здравствуйте пожалуйста прочитайте предложение приложенное ниже институт археологии ищет опытного специалиста который может отправиться в руины храма города пальмиры сирия и очистит амфитеатр от мусора оставленного туристами идти к амфитеатру и убрать мусор ну окей и принимаем так что у нас здесь все распродано до лишнее тогда просто отправляемся сейчас наверное не будем особо заморачиваться искать сокровища отбивать то есть стоимость поездки но немножко наверное найдем но в основном будем чисто выполнять задания я так понимаю не здесь нужно искать мусор а именно в амфитеатре сюда они проходят сюда ну ладно я думаю мы это задание выполним очень быстро после чего нам дадут задание на поиск легендарного шлема так большого размера значит это не мусор это или крюк или клещи крюк 16 долларов сразу же еще что-то а вот и мусор гвоздь посмотрим засчитают его или нет нет нужно искать именно в амфитеатре а ну повернись ты влево не хочет поворачиваться кнопка и все так туда куда-то но это нужно обходить много так ну вот у нас амфитеатр да первая задача выполнена теперь здесь нужно искать мусор опять влево не хочет поворачиваться да что такое вот именно влево проблема такая нет это не мусор это среднего размера предмет наконечник стрелы 18 долларов так пока что пробежимся вот здесь вот сверху потом будем спускаться дальше вниз но я не думаю что прям там будет столько мусора но сказано именно в районе амфитеатра и выискать да здесь его вообще нет вот это уже может быть мусор малого размера нет ты посмотри вот сейчас нам нужен мусор а мусор мы и не находим почти один гость только нашли так это пулька для мушкета за 26 долларов я вообще не могу двигаться да чтоб ты был здоров он застрял вообще есть малого размера вот сейчас я надеюсь именно на мусор есть мусор ну засчитают да засчитали отлично гильза вот когда мусор нужен гильза это тоже не мусор большого размера а а вот Так, стоп, куда? Туда показывает? Малого размера на большой глубине, надеюсь, мусор. Когда бы еще я так хотел найти мусор? Обычно его полно. Открывашка, по-моему. Да, открывашка, отлично. Засчитали, два из пяти. То есть это тоже считается район амфитеатра, отлично. Малого размера. Так, пуговичка. Тоже мусор. Превосходно. Да, засчитали. Так. Сюда куда-то. Тоже малого размера. Не могу понять, что это. Нет, это... это не та пуговица, которая мусор, это та пуговица, которая дорого стоит. 26 долларов. Это тоже не мусор, среднего размера. Молоток. Как же без него? Так, что-то совсем рядом. Большого размера. Что это? Лезвие косы? Кто-то здесь песок косил опять? Само собой. Ну да, где бы еще быть лезвию косы, если не в пустыне? Действительно. Логично ведь? Логично. А, из среднего размера. Так, что-то реально мусора намного меньше стало. Обычно куда ни плюнь, какой-то мусор лежит. Опять, опять молоток. Головка молотка с заостренным байкон 13 долларов. Так, стоп, туда куда-то, а я туда могу... Ой. Ой-ой-ой-ой. Я сквозь текстуру могу... А, нет, я могу туда вообще попасть? Туда можно попадать? А, все нормально. Я думал, побоялся. Думал, сейчас пройду сквозь текстуру и вообще выпаду с локации куда-нибудь. И не смогу вернуться обратно. Нет, все нормально. Блин, большого размера. Опять лезвие косы, по-моему. Ну да. Да. Так, а что если я туда упаду? Там, по-моему, мы не можем пройти, так что если я туда упаду, то будет... Нехорошо. А мне туда не дадут упасть. Эй, 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 я не могу теперь... Эй! Я не могу вернуться обратно. Я застрял. Да какого черта? Да твою ж дивизию ж, мать. Ну... Разработчики, ну вы что, пошутили таким образом? Это такой прикол, да? В игре. То есть мне теперь нужно вернуться обратно в кабинет и опять за 250 долларов переместиться сюда. Ну, может получится как-то... Вот почему в игру не добавить возможность прыгнуть? Это было бы автоматически спасение из вот таких вот ситуаций. Просто вот сейчас прыгнуть и всё. Блин! И что делать? Да твою ж дивизию! А, вот... А, вот! Смотрите, я нажал на кнопку помощь, только сейчас её заметил. Ну хорошо, хоть как-то разработчики позаботились о том, чтобы игроки не застрывали. Хоть таким вот образом и то уже... Хоть за это им спасибо. Хотя это и странно, но всё же... По крайней мере мне не пришлось тратить 250 долларов опять на поездку сюда. Так, не пойду я туда. Я пойду в эту сторону. Так, ну там мы... Только хотел сказать, что там мы посмотрели вроде как. Да твою ж дивизию поднимисты здесь. Вот тут где-то. Вот. Малого размера. Надеюсь, мусор. Да, гвоздь. Ух, как я рад этому гвоздю. Хех. Странно, конечно, но так. Да, засчитали. Не сразу появляется эта надпись. Я уже успел даже испугаться. Ещё один мусор нам нужно найти и квест будет выполнен. Блин, большого размера. Клещи. Нет, точно не туда. Малого размера. Может быть, мусор. Гвоздь великолепная. Прямо превосходная. Ну. Всё. Это нам засчитали. Возвращаемся в кабинет. Так, престиж увеличен. Но зачем? Это уже непонятно. Так, давайте продадим сразу. Весь хлам. Отлично. В принципе, как раз и отбили стоимость поездки. Так. Здравствуйте. Пожалуйста, откройте прикреплённое к письму предложение о работе. ИО ищет талантливого искателя сокровищ, который отыскал бы коринфский шлем неподалёку от руин храма в Сирии. Если вы заинтересованы, направляйтесь на место и доставьте нужный нам предмет. Последнее известное местоположение вещи вы найдёте в приложении к этому письму. Коринфский шлем. Ок. Ну, здесь очень понятно, как раз таки, по амфитеатру мы видим, где примерно это находится место. Думаю, найдём без проблем. Думаю, найдём без проблем. Вот только непонятно, то ли повыше надо подняться, да? Наверное, наверх придётся сейчас подняться нам. Так, куда? Ну, по пути уже посмотрим. Может быть, что-нибудь ещё откопаем. Просто чтобы хоть немножко отбить стоимость. Вот сейчас, само собой, мусор мы будем находить. Ну, само собой, когда он был мужем, его не было. Ну, что за закон подлости? Неужели это я такой везучий? Или это все такие? Ребят, напишите, кто играет в эту игру. Вы тоже настолько везучие? Или я такой один? И опять мусор. Да что ж это такое? Только что мне был нужен мусор, его не было. И опять мусор. Так, куда она у нас ведёт вообще? Туда, куда-то не хочу. Я туда идти. Так. Нам определённо нужно туда наверх подняться. Это нужно, получается, обходить вон там вот. Да что ж ты, теребонь, конечно, постоянная. Через каждые два метра что-то где-то лежит. Так, я по пути просто смотрю, вдруг прямо рядом с нами что-то будет. Так, может быть вообще оттуда вам нужно смотреть? Большого размера. Значит, сокровище. Так, просто клещи. Так, вот теперь можно, в принципе, взглянуть на приложение. Нет, стоп, 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 стоп. Заказы, заказы, а... Слушайте, а я нажал здесь кнопку взять заказ или нет? Почему-то нету в заказах. Неужели я так протупил? Блин, ну это моя вина, конечно, что я так протупил. Придётся возвращаться. Ну здесь уже я сам виноват, поэтому как бы... Да, я не принял. Твою дивизию. А может, всё-таки принимал? Не знаю, посмотрим. Ну сейчас должно уже точно быть. Ну если я не принял тогда, ну это уже моя чисто вина, так что тут уже и жаловаться-то не на что. Ладно, тогда мы сразу бежим туда наверх. По пути что-нибудь и найдём, может быть. А хотя... Мне даже как-то проще, наверное, будет, если я просто... Вдруг, если у нас деньги всё-таки закончатся... В Баварию отправиться снова? В бесплатную локацию и там их нафармить. Малого размера. Гильза. Хорошо. 26 долларов. Нет, не сюда, ну ладно. Так, посмотрим сейчас на фотографию. Да, вот теперь всё есть. Значит, я просто действительно не нажал кнопку принять заказ. Так. Вот тут где-то спуск как раз вот. Здесь полустенок и здесь что-то начинается. Так. Я уже, кажется, даже примерно это место вижу. Вот где-то здесь, наверное, да? Вот примерно тут, может быть, чуть-чуть туда ещё ближе. Похоже, что... Вот это вполне может быть именно то место. Мне кажется, это оно. Вот сейчас. Ну, где-то ж здесь. Где-то прям здесь. Среднего размера на средней глубине. Это может быть то самое. Мне кажется, что это то место. Очень похоже, по крайней мере. Да-да-да-да-да-да-да, это оно. Время создания первый век нашей эры. Можно совершенно точно установить, что это коринфский шлем. Вопрос только в том, каков точный возраст этой находки. Время создания 500 лет до нашей эры. Этот коринфянский шлем был создан примерно за 500 лет до нашей эры, изготовленный из цельного листа бронзы. Греческие гоплиты, солдаты, граждане Древней Греции, носили подобные бронзовые шлемы ещё со времён архаичного периода. Шлемы этого типа прочно ассоциируются с героями Древней Греции, как историческими, так и мифологическими. Именно в коринфских шлемах этого стиля сражались во время знаменитой битвы при Марафоне 490 лет до нашей эры, в фермопилах 480 лет до нашей эры и плотеях 479 лет до нашей эры. Круто! Великолепно! Мы нашли этот шлем, можно возвращаться с чистой совестью в кабинет. Хотя, может быть, стоило бы ещё побегать, пособирать сокровища просто для того, чтобы денег заработать. У нас тысяча, в принципе, ещё есть. Даже тысяча сорок восемь. Так, давайте прочитаем, что нам написал Йоганн Шмидт по этому поводу. Доброе утро! Каринфский шлем – одна из важнейших целей для любого охотника за сокровищами. Хочу поздравить вас с достижением этой цели. Хорошего вам дня, Йоганн Шмидт! Отлично! У нас должно было открыться сейчас новое место. Новая локация. Вот это она. Иорданский затерянный город. Выглядит любопытно. Место – Сик-Аль-Барид, Иордания. Все знают о Петре – поразительном городе, вырезанном в скалах Иордании, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Но мало кому известно о Сик-Аль-Бариде, похожем городе на той же территории. Не снискав славы в качестве достопримечательности у туристов, этот город весьма заинтересовал археологов и охотников за сокровищами. Будучи построенным в первом веке нашей эры, на пике влияния Набатейского царства на регион, он имеет много общества с Петрой в плане истории и архитектуры. А учитывая тот факт, как долго ему удалось продержаться под римским правлением с начала второго века, он может быть отличным местом для поиска одного из старинных медальонов. Медальон, значит, будем искать в итоге легендарочку. Малого размера предметов мало, среднего размера предметов мало, большого размера побольше, да? Особенно на большой глубине. Стоимость поездки 275 долларов уже будет. Кстати, что еще я хотел сделать? Почитать количество локаций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это девятая локация. Дело в том, что в игре, насколько я знаю, 11 локаций. Так что, значит, кроме этого иорданского затерянного города будут еще две локации. Это, в принципе, хорошо. Вот локации здесь интереснее всего рассматривать. Но сегодня мы уже никуда не отправимся. Серия не такая длинная получилась, но главное, что мы нашли новый предмет. Коринфский шлем. А, даже здесь его можно повернуть. Отлично, можно каждый предмет, который мы нашли, вот таким вот образом порассматривать. Это классно. Очень круто. Крутая находка. А вот шлем почему-то мне даже больше нравится, чем мечети. Классно. Что ж, в следующей серии, ребята, уже отправимся на новую локацию. А вон он на столике стоит, наш шлем теперь. Это круто. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok